Девушки отдыхают Сразу поняла, с кем она имеет дело Во-вторых, надо пригласить её домой И накрыть на стол Сейчас, когда перестанет Буду с таким видом Кэти, не желаешь ли ты Не желаешь ли ты Сходить ко мне в гости на рюмочку чая Естественно, она соглашается Куда ей нахрен деваться Так, и помощь сейчас Помощь нам поможет Мятные жвачки С виноградным вкусом Я закрою дверь, чтобы нам никто не помешал Естественно, накрыл А, музыка Какую ты хочешь? Радио-постапокалиптическая воронка Или радиопропаганда Супермутантской Германии Что-то я музыку вообще не слышу Там что-то вяло-вяло играет В основном это помехи Надеюсь, тебе нравятся помехи Готовить самому, естественно, не нужно Достаточно заказать еду в ресторане Но поскольку главный герой Находится в условиях Жесткого постапокалипсиса Мы будем наслаждаться Собачьими консервами И запивать его ядерколы Я даже стаканов среди хлама не нашёл Видимо, всю керамику я уже покрафтил Ну а синьку, естественно, всю Выхлебал Итак, Варвара Мы давно с тобой знакомы Команда Как с ней говорить-то можно? С твоего разрешения я продолжу стоя Эй Это лучше быть worth it Сейчас, блядь Надо ракурс какую-нибудь занять Эй Я бы еще хотел бы иметь эту току Ты у меня есть время? Да Сейчас самое подходящее время Чтобы кое-что обсудить Я согласен Это что еще за бомжи тут шляются? Господи Почему у нас Почему у нас нет дверей? Варвара Ты, блядь, не знаешь Где молоток лежит или что? Ладно, пацаны Сегодня я покажу вам Как устроить тройняк Да, на тебя у меня всегда найдется время Ведь я же Элвис У меня полно времени Да, мы просто давно уже должны это сделать Я вообще считаю, что с этого мы должны были начать Да, действительно Адские бои с психами и неудачниками Кругом Катастрофа Мы можем просто не успеть с тобой узнать друг друга получше Узнать друг друга с той стороны С которой нас мало кто знает Давай ближе к делу Давай, хорошо Дорогая, ты вообще слишком много разговариваешь Вообще-то я хотел тебе кое-что сказать Но теперь Теперь я задачен Ты сбила меня с мысли Да, теперь ты не одна Действительно У тебя есть чувак с побритой грудью Ну, у кого из нас в жизни Не встречалось черных полос И вот в этой пучине Безбрежной пучине Бытий Кожетовых Блять, несчастье И невзгод Два одиноких парусника Наплыли на берег Наплыли Заплыли в гараж любви Да, да Я с тобой полностью согласен, конечно Я люблю твою маму Прервешься на минуточку Просто рассказывай Просто продолжай Твой голос для меня как музыка Как музыка группы Коррозия металла Достаточно один раз послушать Чтобы кровь хлынула из ушей Да, да И тампонами уже не заткнешь Да, мы с тобой не просто напарники Или собутыльники Мы с тобой Чего? Мы с тобой Кто? Да, да И когда я с тобой Мне тоже хочется рассказать тебе Что угодно Однажды я снял проститутку И подхватил от нее сифилис Хочешь услышать об этом? Я думаю, что у нас не должно С тобой быть секретов Блять, да где этот флирт? Ёб твою мать Я уже все сделал Что надо-то? Да Это было настолько фальшиво Что наша третья партнерша Встала и вышла отсюда Настолько ущербного человека? Блять, ты сумерки смотрела? Кристин Стюарт любили сразу два чувака А она вообще пиздец Мы оба ущербные Это была ошибка, это важно Да, мы оба ущербные Минус на минус даст плюс, конечно Слышь, ты дашь к пилотку ковырнуть и лезь Да, да, ты мне дорог, я тебе дорог Ты морячка, я моряк, ты рыбачка Вы достигли на и выше уровня отношений с Кейт И приобрели способность на адреналин Нахрен мне адреналин Мне нужна способность вдуть Почему у нас, сука, не работает? Оу Надо лечь спать, дорогая Посмотри, какая кровать В океа куплена Мир... Ну что, ты дашь мне сходить в твой Мир кожи и меха промежная королева? Ну что, блядь Черт Вот То-то же Я знаю, что с некоторыми можно только под дулом пистолета Видимо, ты из таких Нет, она готова отстреливаться Хорошо Блядь, или по-хорошему, или вообще никогда Станцию обслуживания брони использовать Ну давай, часик-то, ну Объятия любви Черт, это дерьмо какое-то Какие нахуй объятия любовника? Что за Срань господня? Да, я вижу, что у него морд Довольная Видимо, все случилось за кадром Да Ради этого я вам скажу Бля, стоило вот это все вообще Да Это Это вам не это, чуваки Это вам Да Мы всегда будем вместе Ну что, Валентайн? Время двум одиноким волкам Сбиться в стаю Для того, чтобы выжить В этом жестоком мире Это ты виноват Слишком поздно С чего начать Ты был прав Че ему надо-то? Ты был прав, Ник Келлог У меня был мой сын А Пайпер-то че тут делает? Я хочу найти способ Я исследую эти скрипы Примерно лет Интересно, какие у Пайпер способности? Кроме вообще известных И иногда они оставят старые сенсы И напоминают нам, что они там Но Ко сегодня Есть одно, что никто не знает Где институт вообще Что это действительно является Или как выжить Примерно Примерно Но есть один человек Кто должен знать, да? Тот человек, который просто Хэн Келлог Ха Келлог Надо было назвать Персонажа Сильвестер Сталлоне Мне кажется, он Получился чем-то На него дэшку похож Особенно в этих чичах Че, мозги его соскребать Пойдем, что ли? Ты говоришь crazy, Ник У меня есть ошибка в старых субротенях Смотри, есть место в хорошем Немного 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 Аааа Аааа Будет квест, связанный с этим местом А, она там же ходит Ну, у меня есть его броня Может, там аж метки есть На ней Может, у нас есть все Секреты, которые мы должны знать На самом деле Я думаю, что уже есть Келлог У него это Тое Келлог Который к его голове Сибернетики, да? Мы может быть Просто победили В лотере Если мы ходим Эта crazy Брайн-трейн Или нет Мы не можем Все ходить Продолжение Комонвелла Так что Кто будет с тобой? Я должен Идать в мемори Дэн Который Если я Я вам Позвучу Омари Но если Вы хотите Идать Сюда Семки Семки Взять с собой Пайпер Взять с собой Новую тёлку Или Ника Ника Или тёлку Тёлку Или Ника Я всегда Хотел Робота Но ещё Я всегда Хотел Тёлку Ладно С бабой Мы уже Ходили Давай-ка Возьмём С собой Ника Кейт Санкчуари Хиллс Дейта Санкчуари А, да Санкчуари На стоянке Грузовиков У меня Собака Живёт А ты Иди Санкчуари Да Не расстраивайся Будем Дать Тебя Дальше О, мне Левел Дали А, нет Не расстраивайся Пайпер И до тебя Дойдёт Дело Подожди Ник 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 Валентайн Я буду Звать тебя Валёк Ёпта Зачем тебе Сигареты Что, роботы Куришь Что, теперь Уже Дожили Так, значит Валёк Мне надо Чтоб ты знаешь Чё таскал Пулемёт Максим Нет Это не надо Можешь Потаскать Знаешь Чё Топор Грогнока И пусковая Установка Вот Оружие Думаю У тебя Уже Есть Во-вторых Сука Чё ты Как Апсос Одет В этом Трепье Блядь Мои спутники Не могут Ходить Как бомжи Того Гляди Нам Скоро Начнут Деньги Предлагать На улице Побиранец И чёртов Пайпер Детка Убери Свою шикарную Задницу С прохода Господи Ёб Твою мать Да 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 Я по тебе Тоже буду Скучать Отъебись Теперь Так Мы идём Куда А мы идём В дом Воспоминаний Пошли Валентин Самое Отстое Что Его нельзя Переодеть Ник Валентин Дерьмовый Спутник Смотрите Я ему Серебряного Плаща Шляпу Прилагал И броню Плаща Он Сука Их не одевает Вот топор Он может взять А переодеться Он не может Да Он робот Но он же Носит одежду В этом плане Конечно Видимо Пайпер Намного лучше Чем Тупорылый Ник Валентин А это Что такое Бля У тебя голос Как у Пугачёвы Не пробовала Петь Миллион Миллион Алых Рос Ёх Кав Хоу И бутылка Рому Ну Сюжетный квест Валентайн Даст Через какое-то время Потом А потом Пайпер Даст И квест Даст И просто Даст И никто А Чёрт Нельзя Всё посчитано А уже здесь Никой Это шустрый Что ты думаешь Ты думаешь Ты забыла Что ты забыла Что за меня Может быть Продолжен Из-за Дэна Арма Но Я никогда Продолжен С тобой Амари 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 Я смотрю Тут все комнаты Странные Арменивая канистра Видимо Она им очень нужна Чё ты как Шварценеггер Ты идёшь Ник Какая пиздатая идея Боже мой Не профи Если я перепрыгну Через свою бля Бестолковую голову Доктор Амари О Для нас тут Отдельное кресло И никто не смотрит Ты посмотри Грязная вода Ну это сами пейте Я ж те сами С волосами О Бинго Вы нашли выпуск Журнала Робко веселье Включает в себя Глазапись С игрой Грогнок Варвар Чё это за дерьмо Где навыки Где плюшки Игра Блять Глазапись С игрой Пиздец Это получается Я в пипбое Сейчас смогу Играть Да Пипфал Чё за Пипфал Игруля Понятно Всё таки Здесь есть Игры В пипбой Встроены Игры Да Чуваки Это вам Блять Не это Это вам Не третий Говно Фоллаут Это Четвёртый Хуйня Полная Давайте Грогнок Варвар Посмотрим Пикмана Серебряного Плаща Грогнок Варвар Не здесь Не здесь Что Это По-английски Тоже Да Должно Быть написано Да Да Ебал Столько Искать Его Здравствуйте Здравствуйте Нифига себе Какая тётя Не не очень Сразу Сарказм Вызов смерти Я буду Саркастичен Я имею Технологично Технологично Творец Должен Должен Этот Трудный Должен На труп Трудный Должен Искать Мол Амари Это Грогнок Большой Субтитр Должен Труд Труд И так Мы Хорошо Я Лишь Но Ни Кап Ты С С С Ты С Должен Иго С Должен С Нет Нет, я не буду. Теперь, у вас есть? Вот, что я смогу найти. Это, что я не могу найти. Это не... Это хиппокампас. И эта вещь, поднялась к ней? Нюральная интерфейс? Эти циркуты выглядят очень знакомы. Я не удивлена. Из того, как я видел, все институты технологии имеют другую архитектуру. Так что, мозг еще не хорошо, да? Возможно. Никакая декабрь, так что техника, наверное, сохраняя тишину, инъектируя какой-то компонент, чтобы оставаться стабильным. Но нет способа акцессировать в интернете, без компатиментной порты. Ты говоришь о мне, да? Я старый сент. Если институт меня создал из-за подобных части, мы могли бы иметь контакт. Возможно, что-то может быть долгосрочные эффекты. Я не знаю, где даже начать с рисками. Не волнуйся. Я не хочу их услышать. Включай меня, док. Спасибо, Ник. Если ты крякнешь, я облутаю твой труп и пойду возьму в напарнице Пайпер. И поскольку на тебя нельзя ничего надеть, постарайся подохнуть. Включай меня. А что, мы его не посадим в эту капсулу? Будем сеять на табуретке? Смотрите, она ему как будто подравнивает сзади. Пальцы-ножницы. А Мари пальцы-ножницы. Много флэшов. Статик. Я... Я не могу понять ни о чем, док. Это то, что это... Что мне залезать в карман? Что у него там есть, я и так знаю. Думаю, что институт имеет один последний заболеватель. Есть локк на память и на импакт. Скажи мне, что у тебя есть по этому, док. Дай мне подумать. Энкрипция слишком сильная для одного сознания. Что, если мы используем? Мы ловим два голода с Далентином и ловим твои функции и параллель. Он будет действовать как господин, а твоя сознание двигает какие-то помни, которые мы можем найти. Ник и я будет общаться. Я не буду его в任何 позиции. Мы нашим сыном сейчас. Нет. Ты не не должен о том. Кейт нравился мой сарказм, а Нику не нравится. Ник, ты говно. Понеслась профессор. Да, и на руках, и на ногах. И член скрещу. С Ником. Ник, скрестим члены на удачу. Интересно, чем-то он дышит. А, тут сзади дырка. Блядь, я... Доктор, я как-то видел, как в такую хрень Шварценеггер в кино залез. Ох, ему не понравилось. Ну да ладно. Могли бы хоть покрасить, чё он ржавый, это как корыто. Ээээ, это TFT-дисплей? Ээээ. А, у нас посредством телевизора перенос мозговых волн. Ну да. Эээ, доктор, меня от всей этой научной херни такая зевота. Эээ. 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 Эй. Это белая слепота какая-то поход. О ninj tempoeEooaS. Эээ. ну это пиздец, они муж просто какой-то, бл$$. чудет где а вот я ходить могу вида другого здесь нет пип боя тоже ладно пойдем трахнем его синапсы а туда же бег забрали или есть есть вроде или нет есть о ой слушайте не надо давить не нажалось что у него детство тяжелое было у варки он тоже детство было говно блядь она ничего и был искупен в сантиметре юсуэндап сантиметра с маму мама все понимала она была суровая женщина но все же по-своему она меня любила и она защищала меня от папы за это он ее постоянно пиздил я не знаю что здесь стало после моего ухода выяснять мне не хотелось по крайней мере тогда с вашего позволения я буду озвучивать субтитры потому что больше тут по ходу пиздеть будет нечего в то время мозгов у меня было немного откуда мне было знать как устроен мир теперь я понимаю что она просила убить его так и нужно было сделать не бежать а убить отца мне казалось что нужно бежать туда где действуют законы НКР из третьей части из фалауни вегас на самом деле это было бесса мне не удалось защитить ее от папы и меня мучила совесть но сейчас это уже не важно а чё это он в ползунках вроде он не такой мелкий машон этот имбецил или какого папа либо шлялся где-то целыми днями либо сидел дома в жопу пьяный наверное он был в одной из банд но чем именно занимался я никогда не знал не понимаю почему мама его не бросила возможно когда-то он еще не был таким козлом не слушает этого болту да я можно блять заглянуть посмотреть на этого героя да это не то что нам надо я как фонарик включить нет фонарика все будет хорошо сара он женат был и ребенок у них был дайте посмотреть на носору я сейчас нахер на лицо на сру дай посмотреть на него ну так блять за сельской местности пойдет в принципе хотя бы бля в городе я бы с ней на дискотеку не поперся да не в принципе такая сушь не еще своя команда ты типа чё байкер какой-то что-то малышка мэри келлок я тут могу еще шпокнуть твою дочку из мести смотри смотри блять я это сделаю ухи работникам уши а сейчас эта пушка у меня в инвентаре уже лежит по-моему у меня во второй части или в третьей или где там был был такой большой пистолет он назывался мэри или мили меня глючит наверно да ёб твою мать что ж такое то а чё это я аж хотел понажимать на них то есть либо ты на них нажимаешь либо ты их слушаешь что дерьмо какое то то есть что можно было у первого воспоминания поставить подождать пока выйдут и келлогу задницу надерут а учитывая искусство а это келлог и и и и и и чисто и и в и почему он на меня смотрит я же в воспоминания чуть появится мне не врезал это он чё блять танцы свои придумывает что лишь все это было сейчас есть танец саблями это был танец с автоматом битая пустоша мне было все равно куда идти в итоге получилось так что я почти все время двигался на восток возможно чтобы идти как можно дальше от сан-франциско и город стиле диска город сам всегда был человек который хотел с кем-то расправиться иногда только побить но чаще всего просто ебнуть иногда клиент думал что сможет меня перехитрить обычно это происходило когда я только прибывал новый город мне это не волновало я считал это частью работы небольшим бонусом так или иначе в конце концов свой гонорар я получал всегда какой знакомый голос это не ридик озвучивает часа не вин дизель халк хоган пришел кого-то заказать наверное кевина нэша решил грохнуть в это время халк хоган был еще не накачен я чё-то это ну келок стал наемным убийцей а чё с женой стала я не понял а с дочкой чё он их типа бросил или что надо было чё-то нажать чтобы блять по узнать или как тут все работает по-дерьмовому ну келок уже лысый как вы смотрите в конце концов я оказался в сотрудничестве идти дальше было некуда да и с жизнью своей успел смириться больше никаких привязанностей одного раза вполне достаточно я вступил в бой против всего мира мир со мной просился хуя ты брутал ты блять все немного думаешь что ёпта ну а ты чё за пизда а это этот голос в начале игры говорит война никогда не меняется то есть это закадровый голос келлога говорил что кончилисла что люди платят мне делать если это проблема для тебя я могу видеть только одну сторону и что это, мистер келлог? если я работаю для тебя там нет проблем из того что я слышу ты можешь дать мне я не думаю что ты полностью понимаешь ситуацию в которой ты находишься я думаю что я сделаю очень хорошо B-748 начинайте ммм впрочем я думаю он прошел собеседование ммм вау а там у у у обまあ у Инициативен. Криогенический стasis. Заспенден. Вулк-компьютеры все еще работают. Это хорошо. Посмотрим через логи. Надеюсь, это все. Только... Даже тогда, я знал, что это было ошибка, оставив его живым. Я понял, что это такое ревенжа. Никто лучше. Я был виноват, чтобы осознавать, что я могла обучать каким-то мягким, предварительным вулк-двеллером. Даже если он был виноват. На самом деле, я знаю, что эти институты-бастерты будут скоро получать то, что они тоже. Если он может взять меня, они не смогут пройти от него долго. Я рад, что я не мог убить ребенка. Я не скажу, что я не сделал, но... Я никогда не любил его. И, да... Я думаю, что это напоминает меня... о... 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 Ты же сказал, что это последняя, сука. Действительно, что он еще мелкий, почему-то. Говорили, что, ну ладно. Это не моя идея, чтобы садиться с ребенком в центре Даймонд-сити. Я думал, что это была плохая идея, в самом деле. Но это был один из старых пет-проектов, поэтому мы здесь были. Я и ребенком, как счастливая семья. Я не любил это. Я вспомнил о том, что моя жизнь могла быть, если что-то случилось. Это было не так. Но нет, я не верю. Я знал, что это было только темпоративно. Приманкой. Какая у Келлога была рука интересная. Что-то я его убил, такого не видел. Это как из фильма, киборг прям нига, нига. Институтский охотник. Какая большая большая крисия в этом году. Новые орды для вас. Один из наших научных университетов университет. Университет? Как в смысле? Он университет. Нима Доктор Брайан Вирджил. Мы знаем, что он хранит в где-то, в глухом море. Вот его файл. Ну, он-то замаскировал. Смартер, сильнее, сильнее и быстрее, чем почти любой настоящий человек. Я просто рад, что они всегда были на моем стороне. Не понимаю, блядь, чё им надо, да ёптэс, у них такие роботы уже есть. Смысл над людьми экспериментировать. Над супер секретным проектом. Я супер серьезно. Или как там, блядь, на улице Сезам долбоёб-то был. В плащике. Вирджил чё-то знакомая, блядь. Да, стоять next to me and hold still. Окей. Мистер Келлог, то есть он знает, что это не отец. Интересно. Ебать, а чё за телепорт такой? О, охуе, в натуре. Нам поможет лорд Рейден, он так умеет. Да мне, в принципе, нассать. Чё тут делать-то? Это не моя идея, чтобы садиться с ребенком в «Даймонд-Цитете». Я думал, что это было ужасно. Всё, всё, заткнись, заткнись, заткнись. Но это было одно из других. А где выход-то? Диогеническая статистика. Соспендрирована. Я не знаю, какие эффекты процедуры могли бы иметь. Никто никогда не сделал это раньше. Как ты чувствуешь? Я в порядке? Ты видишь что-то плохое? Не волнуйся. Но я, sinceramente, не знаю, что посмотреть. Как я уже говорил, это неизвестный территорий. Но твои нейральные и физиологические читания были возвращены к норме. Из медицинской статистики... Я готова... ...чтобы выстрелиться с телами со спутником? Мне кажется, это было бы оригинально. Институт использует телепортацию, чтобы выйти и выйти. Да. Их большинство секретов наконец-то было выявлено. Но это только приводит к больше вопросов. Как это работает? Где мы идем дальше? Тот исследователь, Келлог, должен был спуститься. Вирджил. Мы должны найти его. Ты правильно. Среди исследователь, врачи, которые могут отвечать на все такие вопросы. Где он сказал, что он был? Глогий моря? Это не смысл. Никто не идёт туда. Даже если они были дешевле. Если нужно найти Вирджил, я его追у. Если вы идете, будьте осторожны. Вы нужны какие-то способности на радиации. Это называется Глогий моря. Светящимся морем. Светящимся морем. Как я найти так много радиации, доктор? Есть химические компаунды. Радекс, Радауэй. Вы нуждали так много, как вы могли снять. Я думаю, что антирадиционная бронька. У меня есть силовая бронька. Если вы могли найти его. Или, может быть, одна из этих силовая арма? Это, ребята. Ага. Я не нуждаюсь в этих советах. Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Ага. Валентайн первым. У меня есть миссия, когда вы встали. Он ждет тебя внизу. Валентайн не помер. Он хватит тебя внизу. Он разводил сюда. Звук «Радус burок». Когда он olmит. enklar.